В нашем городе газета «Муромский край» на протяжении многочисленных лет не теряет своей популярности и не сдаёт позиций. Всё потому, что до сих пор остаётся одним из главных источников городских новостей. Те, кто подпишется на газету до конца года, автоматически станут участниками призовой лотереи. Пока самое большое количество подписавшихся в Комитете общественного самоуправления номер 3. Среди них и Елена Ивановна Лутай. Они с мужем выписали газету ещё в 1958 году, когда переехали жить в Муром. И по сей день являются не только преданными читателями, но и авторами отдельных статей. «Муромский край» – очень интересная газета. Там освещается много вопросов, касающихся и лично жителя, касающихся работы руководителей нашего города. «Муромский край» я сама пишу. В этом году ныне три больших статьи моего мужа были опубликованы. И на будущее я, наверное, никогда не расстанусь с этой газетой. Мне очень она нравится. Галина Григорьевна Филатова местную газету выписывает более 50 лет. Сначала был «Муромский рабочий», вспоминает читательница. Сегодня толстушка «Муромский край». Результат объединения трёх изданий в одно. Более 50 номеров читательница хранит, как зенит сока, с очерками, где есть её фамилия. А за статьями стоят многочисленные фамилии тех, кто номера формирует. Мне очень нравится такая рубрика. Вновь она, мне кажется, появилась в этой газете Казаринова. Дискуссионный клуб. Очень нравится. Ну и, конечно, очерки Юрия Морозова. Такие патриотические, я бы сказала. Очень нравится поэтическая рубрика, которая ведёт Трепетова. Потому что мне там многие-многие знакомые участники, я какое-то отношение имею к ним. Но просто по мере возможности не всегда хожу на занятия литературные, а очень редко. Нравятся такие статьи, как Татьяна Воеводина, Ирина Дюминой. С удовольствием читаем. Выписывали, выписывают и будут выписывать. Равнодушных нет. Ну и, конечно, не без пожеланий. Больше бы скрывали, я так считаю, вот в частности, рабочий класс надо открывать больше. Хотя и печатается, и Стрелочный, и Дзержинский печатают. Ну, на других заводах надо побывать. Простой рабочий класс надо освещать сейчас. Это же сейчас дефицит в кадрах, особенно простых работяг. Слесарей, токарей, фрезеровщик и так далее. Вот их надо показывать, хороших людей, чтобы люди стремились. Их рабочие места и так далее. И там же, может быть, скрывать и недостатки. Ведь не везде все удовлетворяет безопасности труда и так далее. Зарплата в том числе. Подписывайтесь на газету на первое полугодие 2015 года в комитетах общественного самоуправления. Заполняйте специальный купон на участие и ждите 13 января проведения лотереи. Победители станут обладателями полезных в хозяйстве призов украшений, съедобных подарков. Вашими могут стать электрошашлычница, отпариватель, чайник, тепловентилятор, кофеварка, кухонные весы и многие другие ценные призы. В комитетах общественного самоуправления подписалось более сотни читателей газеты «Муромский край». Они же автоматически становятся и участниками лотереи. Спешите, быть может, фортуна угнется именно вам. Регина Рукавишникова, Александр Симонов, Новости 24 Муром.